Здравствуйте! В эфире новости. С вами Юрий Зайцев. Число жалоб от предпринимателей в Тульской области за первое полугодие снизилось на 33% по сравнению с прошлым годом. Об этом доложил на заседании правительства региона бизнес-омбудсмен Александр Головин. Наиболее частые обращения по ликвидации теневого бизнеса, а также проблемы в исполнении муниципальных контрактов. Лидер по числу жалоб – Суворовский район. Все 15 подтвержденных случаев, это 14 из них – нарушение муниципальными учреждениями по оплате договоров на различные услуги с бизнесом. И еще один случай – это неоплата по муниципальному контракту в установленные сроки. То есть все случаи оказались достаточно типичны, и все они – это первые два месяца 2018 года. По-видимому, были просчеты, как мы понимаем, в финансовом обеспечении деятельности муниципальных учреждений в первую очередь. Практическое руководство по защите прав потребителей представило на заседании правительства руководитель управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев. Издание выпущено в рамках региональной программы. Одна из основных задач – повышение правовой грамотности населения, развитие волонтерства и защита прав наиболее уязвимых категорий. Председатель правительства Юрий Андреянов рекомендовал увеличить тираж и предоставить книгу библиотеки общественной организации региона. Как вариант для снижения материальной и финансовой нагрузки, может быть, подумать, как усилить распространение вот этой версии в электронном виде. На местах, скажем так, уже примут меры, скажем так, превращения в бумажный вариант. Лидеры движения «Партизанская правда» партизан Алексея Миняйлова и его супругу Слатану Миняйлову заключили под стражу. Их обвиняют в совершении действий, направленных на унижение человеческого достоинства по признакам пола. Наказание предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы. Миняйлов – автор множества роликов, в том числе платных, в которых он рассказывал об отношении к женщинам. Кроме того, лидер «Партизан» собирался встроить музей героев, как учителей удачливости в городе Суворов. Согласно теории Миняйлова, например, Саша Чекалин и Зоя Космодемьянская приносили удачу и были шаманами. В ходе обысков у Миняйлова нашли крупную сумму денег. По информации издания «Коммерсант», начиная с 2017 года, главный «Партизан» заработал на платных видеороликах 4,5 миллиона рублей. Деньги отправляли из 26 регионов страны. Бюджет Тулы в следующем году будет увеличен за счет безвозмездных поступлений из казны региона. Изменения в главный финансовый документ приняли депутаты Гурдумы на очередном заседании. В этом же году доходы вырастут на 277 миллионов. На ту же сумму увеличатся и расходы. Основная их доля направлена на решение проблем в сфере образования и ЖКХ. Поскольку доходы и расходы изменяются у нас на одинаковую величину, то дефицит бюджета муниципального образования на 2018 год в абсолютной величине не изменяется и составит 1,634,300,000 рублей. Но в процентном отношении его доля несколько снизится в связи с увеличением доходной части и таким образом составит 19,9%. Представители городской администрации провели выездное совещание по вопросу ремонта дорожного полотна на улице Академика Обручева. На рабочей встрече также присутствовали подрядчики. Асфальт на улице уже уложен, однако комиссией выявлен ряд существенных недостатков. Все пробы не соответствуют требованиям смертной документации и нормативным требованиям. В частности, необходимо выполнить полное переустройство верхнего слоя покрытия. София Кириллова продолжит. Как-то дорога вроде вот сверху. Да, она сверху нормальная. Сверху нормальная, внутри не очень. Асфальтовое покрытие на улице Академика Обручева клали в середине мая. А в июле экспертная комиссия выявила нарушения в толщине верхнего слоя, причем значительные. По нормативам она должна быть не менее 5 сантиметров. Здесь же от 3 до 4,5. Недоложные сантиметры и подрядчик сам понимает, что это может повлиять на гарантийную эксплуатацию данного объекта. Просто потом, чтобы не было вопросов, что асфальт сходит вместе со снегом у жителей, вот это как раз и причины того, что где-то не доложил сантиметры, где-то не доложил щебеночки. Ремонт асфальта на Обручево последний раз делали 7 лет назад. Изнашивается он здесь достаточно быстро, так как улица находится в зоне плотной застройки. Подрядная организация Building Construction заключила 80-миллионный контракт с администрацией города на ремонт дорожного покрытия на 35 объектах. На четырех из них выявлены нарушения. Есть определенные допуски к устроенному покрытию, но, к сожалению, в данном месте допуски были нарушены. И все покрытие подлежит фрезерованию и устройству повторно нормативной толщиной. Подрядчик согласен со всеми требованиями и ссылается на человеческий фактор. Отслеживать нормативную толщину в процессе работы укладчика практически невозможно. В ходе работы было заменено порядка 700 бортовых камней, 12 колодцев капитально отремонтированы и уложено более 2500 квадратных метров асфальтобетонной смеси. При укладке асфальтобетонной смеси были допущены нарушения. Они выявлены и нашей службой контроля, и службой контроля заказчика. Евгений Авилов и Юрий Цкипуре во мнениях относительно решения проблемы полностью единодушны. В положенной дороге я должен 5 лет лежать без всякого дополнительного ремонта. Хорошо, что есть гарантийный ремонт, но они должны сразу делаться нормально. Коллеги, мы не будем с этим мириться однозначно. И мы всем подрядчикам об этом говорим. Что мы не будем ловить эти сантиметры, миллиметры нарушенной технологии. Весь объект будет полностью переделан. Класть дополнительный слой сверху сочлениться лесообразным. В итоге подрядчик должен будет полностью переделать асфальтовое покрытие на улице Академика Обручева. Срок исполнения работ – 2 недели. София Кириллова, Игорь Щепотев, Новости Тулы. Сегодня в Туле состоится открытие 10-го международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик», в котором примут участие около 70 коллективов из России, Испании, США, Швеции и Белоруссии. В 16 часов 30 минут начнется карнавальное шествие от улицы Пушкинской. Артисты пройдут по пешеходной части проспекта Ленина, главной площади Тулы. На проспекте Ленина также будет одна из площадок фестиваля. Еще две – это площадь перед главпочтамтом и Тульский Кремль. Завершится первый день фестиваля фейерверком на площади Ленина. В Москве дан старт первому этапу фестиваля коротких фильмов «Шорты». Церемония прошла в столичном представительстве Тульской области. Под председательством автора проекта Михаила Канаева. Независимый международный фестиваль коротких фильмов «Шорты» проходит в Туле с 2010 года. В 2018 в кинофестивале приняли участие более 800 участников из 192 городов, 24 стран мира и 56 регионов России. Практически как статуэтки с церемонии «Оскар» только по-тульски. Таких статуэток за первые места будет семь по числу номинаций. Прием заявок на 9-й международный фестиваль коротких фильмов «Шорты» официально открыт. В этом году он проводится при поддержке правительства Тульской области. Тула, наверное, как и в ряде других направлений, одна из первых реализовала ряд проектов, которые позволяют ей быть немножко даже впереди некоторых других регионов. Практически каждый муниципальный, почти муниципалитет, муниципальное образование имеет свой оборудованный, современный оборудованный кинозал. За 8 лет проведения фестиваля участниками стали 800 молодых режиссеров. География проекта также впечатляет. Он охватил 56 регионов России и 24 страны. Одними из первых заявку прислали мультипликаторы из Москвы. Несмотря на мультяшный жанр, тема в работе поднимается серьезная. Этот фильм основан на финно-карельском эпосе «Клевала». Конечно, в итоге мы очень далеко ушли, потому что пришлось сильно корректировать сценарий. Довольно экспериментальной техники, потому что мы совместили и живые съемки, и 3D, и рисованную картинку. У фестиваля не совсем обычный отбор победителей. За работы голосуют все режиссеры, которые подали заявки на участие. То есть оценивают проекты конкурентов. Победители прошлых лет признаются. Такая система позволяет честно отметить профессионализм работ. Формат фестиваля «Шорты» позволяет действительно показать любые работы, показать зрителю, показать, что ты можешь, что-то донести до него. В этом году специально от губернатора Тульской области Алексея Дюмина учреждены гран-при и две премии в номинациях «Фильм» и «Анимация». Награждение состоится 17 ноября 2018 года. Анна Молодцова, Андрей Ремезов. Новости Тулы. Более подробно о жизни Тулы области на нашем сайте tsn24.ru. А я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова